Вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку в чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. А еще через несколько недель, а именно 11 марта 2020 года, была объявлена пандемия. Самое эффективное средство защиты против инфекционных заболезней, известных современной медицины, Это вакцинация, создающая искусственный иммунитет и инфекционным болезням. Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 стала критически важной задачей для системы здравоохранения в 2020 году в связи с пандемией этого заболевания. Большое количество людей, прошедших вакцинацию против COVID-19, позволяет создать коллективный иммунитет, что значительно снижает риск заболеваний людей пожилого возраста, беременных женщин и пациентов с хроническими болезнями, которые рискуют гораздо сильнее, ведь именно у них чаще всего развиваются осложнения. В целях сохранения здоровья и жизни артемовцев администрация Артемовского городского округа совместно с Артемовской ЦРБ с 13 декабря 2021 года по 14 января 2022 провели месячник солидарности в борьбе с COVID-19 под названием «Защитим себя ради близких». Все жители, прошедшие первичную вакцинацию в этот период, а именно с 13 декабря по 14 января, автоматически стали участниками розыгрыша ценных призов. На розыгрыше присутствовали заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Артемовской ЦРБ Булат Валиулин и старший администратор Артемовской ЦРБ. Завершилась акция, которая была объявлена совместно с администрацией нашего Артемовского городского округа, за что мы очень благодарны и признательны администрации Артемовского городского округа, ну и в первую очередь нашим гражданам, жителям Артемовского городского округа, кто принял участие и вакцинировался впервые в рамках акции по вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Дело, конечно, это благородное. Надеюсь, каждый, кто вакцинирован от коронавирусной инфекции, сохранил свое здоровье, пока не мере подстраховал себя от тяжелого течения новой коронавирусной инфекции, тяжелых последствий, осложнений, которые мы, к сожалению, наблюдаем в значительной степени у лиц, которые не были ранее вакцинированы против новой коронавирусной инфекции. К сожалению, статистика такова, что вакцинация в нашей стране пока еще не достигла тех критериев, когда можно кардинально изменить ситуацию в сторону снижения именно смертности населения от коронавирусной инфекции. Потому что вакцина действует, вакцина влияет не только на количество случаев заражения коронавирусной инфекцией, а в первую очередь на снижение количества летальных, то есть смертельных исходов. Булат Валиуллин поблагодарил всех артемовцев, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, тем самым защитив себя и своих близких от тяжелого течения болезни и летального исхода. Отметим, что в период акции прививку от COVID-19 поставили 673 человека. Розыгрыш ценных призов проходил в присутствии представителей средств массовой информации. В качестве помощника в проведении розыгрыша выступила ученица 2-го класса школы номер 1 Кристина Пономарева. Победители розыгрыша будут выбраны случайным образом. Мы разыграем телевизор, стиральную машину, тостер, вафельницу, сэндвичницу, блендер, еще один блендер, утюг электрический, чайник электрический, термопод и множество других призов. Главный приз – телевизор. Всего разыгрывается 27 призов. Спонсорами розыгрыша выступает ООО «Уральская горно-техническая компания», ООО «МЗ Винпром», ООО «Красногвардейский крановый завод», ИП Петрова Татьяна Владимировна, ИП Станилевич Ольга Владимировна, Артемовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства. Всем участникам розыгрыша призов желаем удачи. После оглашения всей официальной информации началась процедура розыгрыша призов. И первым из призов стал держатель телефона, который получит владелец лотерейного билета под номером 232. Подарочный набор от КМЗ выиграл номер 165. Набор посуды, кувшин и шесть стаканов номер 801. Стиральная машина «Беко» выпала владельцу лотерейного билета под номером 141. Таким образом были разыграны все призы, кроме самого главного телевизора. Потом с нами подошли к главному призу. Главный приз – телевизор. Все хорошо? Хорошо. Долго, долго. Сильно, сильно. Все, левая ручка. Номер 525. Владелец вот такого зеркального, ставшего счастливым номером, отныне будет смотреть телепередачи на замечательном телевизоре ДЭКСП. По информации организаторов, главный приз отправится в поселок Красногвардейский. Кроме того, всем участникам лотереи организаторы рекомендуют заглянуть в свои билеты. Обрадоваться, если попали в число счастливчиков, и позвонить в администрацию Артемовского городского округа по телефону 5-9309, добавочный 151, чтобы получить приглашение на торжественное вручение призов, которое состоится 23 января в ДК имени Попова.